Говоря о роли радио, в блокаду невозможно не вспомнить ленинградскую Мадонну Ольгу Бергольц. И сейчас мы отправляемся в единственный в России музей Ольги Бергольц. Он находится в помещениях 340-й средней школы. Его коллекция постоянно пополняется. И в эти дни музею исполняется 10 лет. О его истории и самых интересных экспонатах уже готова рассказать наша коллега Анастасия Шахова. Анастасия, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Петербург. Мы сегодня, можно сказать, совершили путешествие во времени. Я сейчас нахожусь в воссозданном последнем рабочем кабинете Ольги Бергольц. А в руках держу журнал 1943 года, в котором сообщается о прорыве блокады. Подробнее нам расскажет директор школы номер 340 Елена Константиновна Дашкова. Самое главное место – это рабочий стол, за которым Ольга Федоровна творила. Печатная машинка, та, на которой она производила свои поэтические шедевры. На столе фотография ее отца, ее второго мужа. Ольга Федоровна очень любила такие статуэтки, которых у нее было большое множество. Здесь представлены книги военных лет, где она показала всю мощь своей поэтической натуры. Здесь уже находятся произведения уже после военного времени. Газета, где она печаталась, и стоит ее автограф. А откуда в школьном музее вот такие вот раритетные издания? Нам это все было принесено в дар. А кто дарил? Жители микрорайона, потому что она жительница нашей Невской заставы, поэтому у кого-то сохранились вот те издания тех лет, и которые были очень рады, чтобы это не где-то пылилось на полке, а были рады нам подарить, чтобы на это смотрели, это видели, об этом знали и помнили. Елена Константиновна, ну вот мы познакомились с разделами, посвященными Ольге Бергольц, и вот сейчас я вижу перед нами блокадная комната представленная. Расскажите, что здесь особо ценное есть? Блокадная комната содержит очень много мемориальных реликвий, я даже сказала, семейных реликвий. В дар мы получили радиотарелку. Это тарелка, которая вещала жителям блокадного Ленинграда обо всем, что происходило в городе. Предупреждала о бомбежках, говорила какие-то приятные вещи. И самое главное, конечно, когда 18 января прозвучали слова о том, что блокада Ленинграда прорвана. Санки того времени, которые были неотъемлемой частью быта жителей блокадного Ленинграда. У нас имеется подлинный платок блокадного времени. Елена Константиновна, вот вчера музею исполнилось ровно 10 лет. Какие итоги можно подвести, что изменилось за это время? Музей очень востребован среди населения. И за 10 лет нашей работы наш музей посетило более 8 тысяч посетителей. Это различные категории. Детки из детских садов, учащиеся школ, колледжи, вузов. Полтора года назад мы стали адаптировать нашу музейную экспозицию для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо большое вам за такой интересный рассказ. Таким образом, экскурсии в этой школе стали возможны и доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Причем сами экскурсии проводят даже школьники. Коллеги, вам слово. Спасибо большое, Настя. Но вернемся к событиям дня сегодняшнего. Продолжение следует...